Доброго всем утра, удачного дня! Давайте сегодня начнем утро вот с такой вот масочки. Ари Флеймовская от Лидочки, спасибо! Она просто увлажняет дико-дико, маска гидроделевая. Смотрите, такое желешко, она увлажняет люто, прям кожа вся сразу мокрая, хочется даже подсушить немного. Пока снимаем мукбанг, посидим в этой маске или не будем мукбанг снимать в маске? Как-то по-идиотски, да? Побудем просто, отдохнем. Сегодня я уезжаю в Петрозаводск на Добалдекере, на двойном поезде. Кстати, там такой прикол был в комментариях по поводу этого двойного поезда, вы его читали. Одна дама такая пишет, я снимала, когда ездила Кольги Щербинина, я снимала поезд этот двойной, показывала, что там вода горячая, что то, что сё, но это для людей нашего круга, хотела сказать, ну для деревни, да, для деревни это прикольно. Вы чего упали-то, извините, пожалуйста, пожалуйста, извините. Потому что поезд относительно недавно у нас ходит, а остановка у нас лоухи, да, пролетная. Пять минут, это и поезд, и всё, и свидание. И вот там одна курочка начала писать, типа, там сразу видно, что в поездах никогда не ездят. Я пишу, что, ну, вообще-то я из семьи железнодорожников, и живу тут, ну, в железной дороге всю жизнь прожила. Это ещё ни о чём не говорит, и, в общем, короче, её заело, что я снимаю этот поезд, показывала поезд двойной. Ну, это на самом деле прикольно для, вот, для деревни, для проходных станций, для нас. У нас поезда такой, вот так проносятся, всё, никто ничего не видит внутри. И причём поезда не такие блатные, как вот где-нибудь в городе у вас, там ещё что-нибудь, Сапсан, вот эта вот с этим, нет, обычные поезда. Ой, РЖД, сюда двойной поезд, Санкт-Петербург, Мурманск пустили относительно недавно, всё остальное обычное было. На поездах я наездила в этой жизни до тошноты, блин, даже управляла паровозом, паровозом, тепловозом. Паровозом-то нет, не такая старая, поэтому, курочка, обломайся. Так, чё, посидим, подождём? Ну, а чё ещё делать, пока маска эта закрепляется? А по факту, помните, я брови красила не так давно? Брови накрасила, накрасила, а выщипать не выщипала. Ну, а чё, не светло, не видно ничего? Да нет, конечно, вблизи видно, всё понятно. И вот перед поездкой в Петрозаводск мне их припёрло теперь щипать. Да. Поездка в Петрозаводск ответственная. И брови щипать, и ноги брить, и всё остальное. Шучу. Подумайте, что я люблю на себе национальные парки выращивать. Так, что у нас произошла заминка? Пошла я смывать маску. Что вы думаете? Воды нет. Поэтому смываю просто влажным полотенцем, которое было на голове, блин. Так, вроде ничего. Ну, этим, мицеллярной водой смывала. Капец! Деревня, вот дают. И пошла серия уходовая, да, тоже, Арифлэйн коллагеновский. И обожать, обожаю. Девочки спрашивали, стоит ли. Стоит. Там, кстати, есть ещё разные серии для кожи помоложе. Это, по-моему, А35+. Кстати, почему я А35+, покупаю? А, не знаю. Мне консультант, вот, Лидия, девушка. Какие прописала, такие прописала. Да, она прикольная, не так вот делает, что... Посмотрите, пожалуйста, каталог. И ушла, да? Нет, она вам всё подберёт, всё расскажет, покажет. Сыворотка. Там есть ещё... У меня есть ещё такой пилинг, вот, наважеский. А есть ещё одна сыворотка, там, тоже бомбическая. И умывалка ещё. И чё-то ещё. А, маска, маска ночная. Живая. Маска, кстати, крутая. Дневной крем. Остаточки. Маска, кстати, очень крутая. Напитывая на кожу ёлки-палки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что мы будем делать в Петрозаводске? Просыпаюсь я, значит... А, ну сегодня я уже проснулась. Просыпаться в Петрозаводске я буду около... В 4 с чем-то или в 3 с чем-то забыла. По посадочному талону надо посмотреть. Покупала электронный билет. Очень удобно. На ту-ту-ру. Не знаю, почему. Но получилось так, что ту-ту-ру. Но, по-моему, там дороже билеты получились. Да, на 300 рублей. Это просто первый сайт, который выскочил на ту-ту-ру. Меня встречают в Петрозаводске, конечно же. Любовь моя меня встречает. Поедем мы с ним в отель. В этом отеле мы были... В этом отеле мы были, когда были в командировке. И там начальник снимал потрясающий номер. Я так краюшком глаза заходила, смотрела. Снимала этот номер. По-моему, даже... Показывала, нет? Нет, не показывала. Или показывала? Я его показывала. Номер с большой... Кроватью, с окнами, выходящими на город. Там вообще просто пушка телевизора, мини-бар. Ну, вот это вот целое дело. Просто захотелось красоты немножко в своей жизни. Да, да, да. Красоты немного в своей жизни. Потом у нас дела. Бросаем свои вещи в макавто еще. Хочу обязательно в макавто посетить. Потому что, знаете ли, с утра искать... Лискур, да, термо, термо для волос. С утра искать еду где-то. Это целое событие. А в макавто мы быстренько... Что-нибудь перехватим. И пойдем по делам. Поедем по делам. Мне нужно отдать картриджи на заправку. Тут же забрать картриджи на заправке. Это все в Петрозаводске рабочие моменты. Потом самое основное надо встретиться с оценщиком. Забрать у него бумаги по оценке имущества. Там дел. Дел на самом деле целая куча. Сходить в центр коррекции зрения еще. Я хотела в большей степени отвезти Левчика. Но сейчас там такой экзамен на носу. Мы в школу не пропускаем ни дня. Просто ни денечка. Нельзя пропустить школу. Потому что экзамен на носу грандиозный. У нас какой-то там не объяснял, объяснял. Я бы не сидела, слушала, слушала. В итоге я поняла, что это за экзамен. Нам обязательно надо его сдать. Кровь из носа. Че, сушимся? Надеваемся? Время уже, ё-моё. Успеем ли мы мукбанг снять? Болтаем. Тело утро с ним. Полоса. Че скажете? Блестят? Блестят? Шампунь? Хэрбл. И бальзам? Хэрбл. Какие-то там. Я сама не выбирала. Я просто жаловалась вам и жаловалась моим солнцем и звёздам. Солнце и звёздам. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Что я никак не могу дойти до магнит-косметика. Масло Арифлэймовское для волос. Ну что такое-то? Что я никак не могу дойти до магнит-косметику. Купить себе шампунь и бальзам. Я просто будучи в другом городе, взял мне, заказал сазон бальзам для волос и шампунь. И отправил мне по озону. И я забрала спустя дней. И то в эти пять дней я так и не смогла дойти до магнит-косметики, который я прохожу каждый день и через день. И купить себе шампунь и бальзам. Вот кто я после этого. Блестят? Блестят. Блестят. Волос пористый. Вот даже он. Заблестел. Диодиза наша. Шампуньцы сегодня будут вот такие вот тертые голубые. Фанатка Анечка. Спасибо, дорогая. Мы их надевали только когда... О, ничего, да? Протертость. Мы их надевали только тогда, когда мерили. Качество люксовое. Только когда мерили, а поэтому сейчас наденем уже на работу. Что ты забыл? Ничего. Не пойду в школу. Почему? Света нету. А, и воды нет, прикинь. А в натуре нету света. А слушай, а на работе у меня есть свет? Нет. Да ты чё? Креново, на самом деле, получки-то не будет. Вот, джинсы от Анюты. Ну, на работу надо идти. А у нас есть пушка, у нас другая ветка. Так что да, джинсы пушка. Ничего не скажу. Не хватает длинно-носых ботиночек. Очень как раньше было, помните? Даже вспоминаю. Дом 2, все сидят на лобном месте. Девчонки такие там. Как там их Саша, там ещё какая-то. Сати, Саша. Я не помню их всех. В общем, давно это было. Только так 15 лет назад. Сидят такие все красивые, с длинно-носыми ботинками. Это я ещё в школе училась. Так, чем бы нам пшикнуться? Парфюм, парфюм, парфюм. А, так что? Бессмертная классика? Или как она называется? Black Opium. Обожать, обожаю. Ой. Очень приставучий запах. Очень приставучий. У меня тут случай был. Я просто повесила своё пальтишко рядом с курточкой. И эта курточка пахнет на протяжении уже второй недели. Вот этими вот Black Opium. Потому что... Почему? Потому что очень стойкие. Приставучие. У нас ещё посылка от Натальи из Ульяновска. Надо её распаковать. Сейчас нам в банке это сделаем, собственно говоря. Ну да, будем есть и распаковывать. Ну а что? Могу умею, практикую.